Ну что, друзья, хочу сказать, что съездил я в Казахстан и завел таки народную карточку виза в банке, которая работает, ну, принимается во всем мире, теперь у меня новая проблема, как ее пополнить. Всего одно легкое движение, и тебе доступен YouTube, Instagram, Facebook и прочее в полном объеме, без всяких ограничений, потому что ты формально в США. Размести значок VPN на главном экране и сделай за правило входить в интернет через VPN. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, но с самого начала мне было, конечно же, интересно, во-первых, посмотреть, как живут люди в Казахстане, как там открыть бизнес, возможно ли открыть бизнес там и завести карточку. Что-то я решил, да, практически все решил, все проблемы решил, теперь одна проблема осталась, как пополнить эту карту в Казахстане. Итак, смотрите, для того, чтобы открыть банковский счет и карту в Казахстане, в частности, вот в Каспий банке, это самый распространенный банк, самый мощный банк в Казахстане, ну, по-любому нужно иметь местный ИИН, так называемый, это индивидуальный идентификационный номер. Это, ну, вообще, универсальный такой номер для всех госуслуг в Казахстане. Он получается достаточно быстро в любом центре обслуживания населения, ЦОНЕ. Я показывал репортаж оттуда, в общем, сказать, там достаточно быстро и легко все делается, но эти ЦОНы работают, естественно, в рабочее время только там до 18 часов. Я попал туда 1-2 мая, были выходные, 3 мая мы в Актюбинске, ну, буквально за день, наверное, я получил к вечеру ИИН, а жена с сыном получили на следующий день эти самые ИИНы. Оформление карты в Каспий банке занимает там 10-15 минут буквально, для этого нужен всего лишь паспорт заграничный с отметкой о пересечении границы, плюс ИИН. Собственно говоря, все, больше ничего не надо. Вот. Каспий банк очень хорош, ну, это просто вот самый распространенный банк. Вот. Какой минус? Минус в этой карте то, что она в местной валюте, в тенге. Но здесь мне, в общем-то сказать, безразлично, потому что, ну, что тенге, что рубль, в общем, хранить деньги я на нем не собираюсь. Я хотел ею пользоваться для поездок за границей и для того, чтобы переводить деньги дочери в Чехию. Вот. Поэтому, поэтому здесь, ну, для меня самый оптимальный вариант. Теперь далее. Смотрите. Вместе с ИИН, то есть я зарегистрировался, получил вот этот самый ИИН, и я же получил вот такую штучку. Это, ну, я купил, сходил там же в Казахстане флешку и получил электронную подпись. То есть здесь у меня есть электронная подпись, у меня есть ИИН и есть электронная подпись для того, чтобы делать любые операции в Казахстане. В том числе открыть фирму в Казахстане. Я пока этого не сделал, потому что, ну, а зачем, я не знаю пока еще систему налогообложения. Там, скорее всего, она есть какая-то, и, ну, для того, чтобы открывать фирму, наверное, надо сначала изучить все это дело. Где это изучить, я уже выяснил. Там параграф.кз, все на русском языке. Вот. Ну, буду изучать, когда будет необходимость. Пока что необходимости я особо и не вижу. Дело в том, что я не увидел большой разницы в ценах между Казахстаном и Россией. И более того, часть продуктов там в Казахстане даже дороже. Ну, по крайней мере, все российские продукты там есть. Всякие там, то, что мы видим в магазине у себя, то есть в Казахстане. Местные казахстанские продукты там тоже есть, но они, как правило, ну, не такие вот красивые, не в такой красивой упаковке. Я там в соответствующем, на своем втором канале вел оттуда репортажи и, значит, показывал цены там. В ценах я пока разницы не увидел. Свою цель доехать до китайской границы я не осуществил, потому что, в общем-то, в Актюбинске, ну, во-первых, мы приехали в выходные дни, значит, там переночевали одну ночь в Уральске, вторую поехали в Актюбинске. В Актюбинске нам пришлось ночевать две ночи для того, чтобы получить ИИН, потому что, ну, мы не сразу его получили и, в общем-то, это задержало нас немножечко. Потом мы поехали дальше уже в сторону юга на Аральске, ну, и я уже начал понимать, что мы не сможем вернуться до 10-го числа, если мы поедем дальше, ну, хотя бы до Алматы. То есть, там это вполне достижимо было. Мы бы доехали до Алматы, но тут же нам пришлось бы возвращаться назад, мы даже не посмотрели бы город. Какой смысл? То есть, мы доехали до озера, где провели жуткую ночь. Сейчас вы видите ссылочку вон там, вон, на эту ночь. Такой, ну, я в форме триллера ее снял, на самом деле ночь была прекрасная, будет о чем вспомнить. Вот, что касается проблемы, которые я пытаюсь решить сейчас. Проблема следующая, как пополнить эту карту. С самого начала, перед отъездом еще, значит, я посмотрел на сайт Киви. То есть, я увидел, что есть единственная возможность и очень даже хорошая возможность пополнить карту казахского банка через Киви кошелек. Посмотрите, вот сейчас вы видите мой Киви кошелек. Это российский Киви кошелек, на нем есть какие-то деньги, вы видите. Вот, и здесь есть вот такая штука. Вот, захожу сюда, у Киви все под контролем, нас не коснулись никакие санкции. Международные операции по картам и кошельку. И вот здесь вот есть, как пополнить кошелек или карту Киви Беларуси или Казахстана. Смотрите, кошелек Киви, он привязан к номеру телефона. Посмотрите, к номеру телефона. Казалось бы, что проще, берешь казахский номер телефона, заводишь на него Киви кошелек, что я и сделал, и пополняешь этот Киви кошелек вот здесь. То есть, посмотрите, здесь вот написано следующее, что все очень просто в Казахстане. Пополнить карты и кошелек Киви можно в терминале Киви Казахстана переводом с другого Киви кошелька. И, соответственно, в отделениях и терминалах партнеров контактов России, Казахстане, Белоруссии, Грузии, Таджикистане, Молдовии и так далее. Важно, статус кошелька должен быть основной и выше. Вот с этим у меня есть проблема. Посмотрите, какая. Смотрите, вот я сейчас выхожу из своего этого кошелька и захожу в кошелек Казахстана. Естественно, я его завел. Вот сейчас завожу номер. Вот он, мой казахский кошелек Киви в Тенге. Соответственно, я беру из обычного российского кошелька, перевожу сначала деньги в Тенге, это возможно, вполне себе, и дальше в Тенге перевожу в свой казахстанский Киви кошелек. В чем здесь проблема? Проблема в следующем. Статус моего кошелька минимальный. Повысить статус мне пока не удалось. Вот. Соответственно, после того, как я переведу на свой Киви кошелек, ну так предполагалось, на свой Киви кошелек в Казахстане, значит, беру, ввожу номер карты и, соответственно, на Каспий Банк у меня попадает вот этот счет. Либо я карту Каспий Банка пополняю с Киви кошелька, там тоже без комиссии. То есть, схема была очень-очень прекрасная, но она не работает, потому что мне пока еще не удалось получить статус основной, вот этого Киви кошелька. Каким образом? Ну, вот я беру статус, повысить статус. Вот они статусы. Статус минимальный, повысить статус до основной. Я захожу, обратите внимание, там, то есть, короче говоря, и будучи в Казахстане, и будучи здесь в России, я пытался повысить статус. Там заявка принята, обработка заявки может занимать до 7 дней. Честно говоря, 7 дней пока не прошло. Вот, но люди говорят, что, в общем-то сказать, резидентам России этот статус недоступен. Вот такая история. Сейчас я ломаю голову, как пополнить карту Каспий Банка для того, чтобы пользоваться ею, ну, во всем мире и вообще. Вот, то есть, есть у меня такая серьезная проблема. Ну, пока ее можно решить следующим образом, то есть, на крайний случай, это найти кого-то знакомого, резидента Казахстана. Такие у меня есть, и их достаточно немало. Вот, которые мне просто согласятся помочь. Ну, каким образом? Я беру со своего киви-кошелька российского, перевожу деньги в тенге. Я посмотрел курс вот такой вот перевода в тенге. Потом я в тенге уже, так сказать, с киви-кошелька своего перевожу на киви-кошелек Казахстана со статусом основной. То есть, того человека, которого я найду. И этот человек просто берет и перебрасывает ту сумму, которую я ему перевел на статус на киви-кошелек в Казахстане. Он переводит мне на карту Каспий Банка. Это достаточно легко делается. Там по номеру телефона буквально, то есть, даже номер карты не нужен. Все это легко делается, точно так же, как у нас. Ну, короче говоря, у Кирилла есть такая же карта Каспий Банка. Мы ее тоже открыли для Кирилла. И Кирилл мне совершенно спокойно по номеру телефона уже в Казахстане сбрасывал деньги. Ну, на самом деле, я надеюсь, что этот способ найдется, в конце концов. Ну, и киви вроде работает. И, ну, можно переводить на крайняк уже свифт-переводом, но я не хочу. Там комиссия дикая. То есть, та схема, которую я обрисовал, она вот такая вот красивая. Там прямо вообще, так сказать, курс лучше, чем в обменнике. И дальше без комиссий. Вообще все было великолепно. Но пока все рухнуло. Что касается бизнеса. Ну, как я уже сказал, что есть электронная подпись. Я могу легко зарегистрировать сейчас фирму в Казахстане. Но чем заниматься, я пока не вижу. Чем заниматься. И в этом смысле я тоже пока не вижу смысла в том, чтобы, скажем, ехать жить в Казахстан. Потому что, ну, вообще говоря, пока и здесь живется намного лучше, чем где бы то ни было пока. То есть, любой переезд будет сопряжен с определенными трудностями. Ну, которые просто надо... Вот. Сейчас тоже есть трудности. Вот. В частности, с карточками международными, с международными переводами. Но я пока предпочитаю решать эти трудности отсюда, никуда не уезжая. Собственно говоря, об этом я буду рассказывать и дальше. Ну, а что касается бизнеса, то, в общем, ну, да, сейчас с инвестициями не очень хорошо. Но у меня сейчас просто вот прет бизнес полиграфический. Прямо совсем мощно в гору. Основная моя продукция – это этикетки. И основной мой заказчик – это этикетки на спецодежду. И, в общем, это работает сейчас очень хорошо. Заказчик открыл еще одну фабрику, заказывает очень дорогущие этикетки. Ну, то есть, сейчас все прямо там вот полный рост. И я предполагаю, что, в общем-то сказать, так и будет. Потому что сейчас будет расти малый бизнес, будет спрос на спецодежду. И это все будет расти. Поэтому, ну, кое-что меня выручает очень даже здорово. Тот бизнес, который я хотел закрыть, ну, и, в общем-то, закрыл производство. Но оставил юридическую фирму и, в общем, оставил возможность работать этим бизнесом. И продолжаю работать. И он меня сейчас очень сильно спасает. Вот, а что касается другого бизнеса, который я предполагал, то есть, ну, там работать как бы челноком и так далее, значит, там китайский товар возить. Смотрите, пока еще не возникло такого острого дефицита в России, вот, который прямо вот совсем-совсем-совсем будет жуткий и ужасный. И поэтому у меня пока здесь нет таких, ну, глобальных проблем. Я предполагал, что буду возить, так сказать, ну, там, или сын, так сказать, мы организуем там фирму, так сказать, в Казахстане. Пока еще все это в силе остается, почему нет. Вот, сын сидит там в Казахстане, не воюет нигде и, соответственно, посылает мне товары из Китая или там из Казахстана, какие-то товары. То есть, Казахстан как промежуточная точка, он там получает часть прибыли, значит, посылает товар мне. Здесь через границу, в общем, сказать, все хорошо, проходит и, я надеюсь, будет проходить. И все вот это вот предполагалось. Но пока, пока все это спускается на тормозах. Да, и я предполагал, что буду продавать весь этот товар через Авито, что очень полезная штука. Я открыл Авито у себя, ну, как бы активировал и начал продавать товар через Авито. Очень полезная штука, надо сказать. Я уже рассказывал про мошенников на Авито, которых я успешно, в общем, сказать, обошел. Но на Авито мне удалось продать уже достаточно много всякого того, что мне не нужно. Вот, так сказать, в чем польза оказалась. Сейчас, смотрите, у меня есть, в общем, сказать, достаточно хорошие компетенции по тому, как снять видео, по тому, как представить товар. То есть, я этому обучался много, много, много жды. Вот, и поэтому, значит, смотрите, для того, чтобы купить что-то ненужное, надо продать что-то ненужное. Как говорится, в этом смысле очень хороший сервис Авито. И я продал уже, значит, товаров на где-то 25 или на 28 тысяч рублей через Авито. Все достаточно успешно. Что радует? Смотрите, какие сервисы у нас очень хорошо работают. Ну, во-первых, Авито. Авито работает достаточно хорошо. То есть, там, можно сказать, спрос идет на всякую дребедень. Значит, там разбитый телефон. Ну, я его еще, правда, не продал. Я продал бокс на крышу автомобиля. Это самая дорогая моя продажа. Я его продал. Это такая громадная штука, двухметровая, которая, значит, там на крыше автомобиля. У меня есть хорошая компетенция. Я снял видео на эту тему. Сейчас вы увидите это видео. Представил этот бокс. Да, был интерес у людей. Но из Обнинска его никто не купил. И один человек из Архангельской области говорит, если ты его пришлешь, я у тебя его куплю. Я, говорит, не знаю, сколько будет стоить там перевозка и так далее, и так далее. Но я прикинул, посмотрел и сказал ему, что через деловые линии я взял на себя большую часть оплаты за перевозку этой штуки. То есть я скинул цену на 3000, перевозка стоила 4600, по-моему. Соответственно, он мне согласился купить ее. Я отправил ее деловыми линиями. Весь процесс отправки занял там 5 минут буквально. Великолепно работает сервис. И, значит, уже через 3-4 дня он получил ее в Архангельской области. Когда я был в Казахстане, он мне прислал СМС, что все шикарно получил. Вообще счастлив. Все как надо. Вот. Что-то я еще продал через Авито. В общем, такие вещи, которые мне не нужны. А, камеру продал. Видео старую-старую, которая вообще... Но она есть хорошее свойство. Она снимает под водой что-то еще там, сказать. Ну, интересовались люди, я. Кое-что уже продал. Интересуется буквально всем. То есть даже дворниками на ситроем старыми. Какие минусы у Авито? Ну, минусы следующие. Что если я продаю что-то ненужное, какое-то вот такое там, ну, то, что у меня валяется, то это очень здорово на самом деле. Но если использовать Авито для бизнеса, то здесь надо уже как-то либо стандартизировать товар, либо, значит, какой-то уже сервис. То есть сервис, ну, короче говоря, Авито здесь, наверное, уже не очень хорошо подходит, потому что, ну, например, я уже подумал, что можно продавать свою полиграфическую продукцию по всей стране. Вполне, почему бы и нет. И пользоваться вот этими сервисами доставки, которые работают шикарно совершенно. Это Боксбери, так сказать, вот. Ну, Боксбери работает только с маленькими посылками, деловые линии, с большими грузами и так далее, и так далее. Все это работает, и все это можно будет делать. Пока что это еще, ну, в процессе о том, как это будет развиваться, я, наверное, расскажу вам. Но главное не сидеть на жопе, и, значит, главное чем-то заниматься. Ну, а я повторяю, в общем сказать, 28 тысяч я уже просто, ну, как бы, они с неба упали, потому что они просто валялись, пылились. Я думаю, что с этим делать, а тут вот оно продалось. Ну, вот сейчас я буду еще частично продавать какие-то вещи, они там еще до сих пор стоят на продаже. Ну, поэтому не унывайте, будем делать бизнес, будем думать, что делать дальше. На сегодня все, лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий.